Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас с вами Александр Новицкий. Здравствуйте. Лето, конечно же, это приятный аппарат для отдыха, но имеете в виду, что температура воздуха вокруг такая и солнечная активность настолько сильна, что каждая выкинутая сигарета, да и даже бутылка с водой, стеклянная, которая лежит на траве, могут стать источником пожара. О последних пожарах, произошедших в Одессе и в регионе и не только, будем говорить с нашим следующим гостем. Александр Критский, заместитель начальника ГСЧС в Одесской области, присоединился к нам в студии. Александр, здравствуйте. Прежде чем начнем разговор, напомню телезрителям открыты линии для голосования. Сегодня спрашиваем вас о следующем. Что такое особый статус Куяльницкого Лимана? Три варианта ответов. Пиар народных депутатов, отмывание денег, желание спасти Лиман. Ну и возвращаясь к основной теме этого получаса, давайте начнем с пожара в Великом Дальнике. Небольшая информация от наших корреспондентов. Мене звати Геннадій, я мешканець этого села. Не треба кидати окурки, потому что может быть горе. И полили у нас склады. Это страдает село. Как село страдает. Александр, вот этот случай действительно хрестоматийный из раздела техники безпожарной безопасности. Что там произошло? И я хотел бы услышать, что жертв нет. Спасибо за вопрос. Да, действительно, поступило 23 числа, поступило около часа дня, поступило сообщение о возгорании шелухи-семечки в селе Большой Дальник, Великий Дальник Беляевского района. Подразделения были направлены и по прибытию сразу было установлено возгорание на открытой территории, но непосредственно на территории данного предприятия. Шелухи-семечки, которая складировалась способом насыпа. Эта семечка была этого урожая или старая? Ну, точно не установлена. Но этого урожая этого года еще пока не собираются. Но я имею в виду обмолот этого года или это старые лежали там до сих пор? Нет, не старые. Там производится производство пеллет для твердотопливного отопления. Дело в том, что в некоторых местах эти насыпи достигали до 4-5 метров толщиной. Соответственно, температура внутри еще этой кучи? Да. И одна из причин, которая рассматривается, это самовоспламенение от высокой температуры окружающей среды. Так как уже не только в Украине и в Одесской области непосредственно стоит чрезвычайно высокий класс установлен пожарной опасности. Пятый – это по пожарной опасности. Проблема в том, что, во-первых, позднее было сообщение и складировалось из-за того, что насыпом в непосредственной близости к складу уже с готовой горючей продукцией. И была угроза распространения практически на все объекты на данной территории. Поэтому такое было длительное тушение почти сутки. Длительное тушение большое. И площадь возгорания тоже была достаточно большая. Да. Полтора гектара площадь пожара. Общая засыпанная территория составляет два гектара. Поэтому в первую очередь было принято решение спасать склады, а также здания, сооружения, технику, которая находится на территории данного предприятия. Также находились деревянные поддоны в непосредственной близости к складируемой семечке. Процесс довольно-таки длительный. Больше суток ликвидировали. В настоящий момент там производится разборка. Вывозится эта продукция с территории. И, тем не менее, организовано дежурство наших подразделений с целью предотвращения повторного возгорания. Пострадавших в данном случае, я не услышал, их нет? Нет, пострадавших нет. Жертв и населения также нет? Да. Вопрос. Это самое главное. Кто может понести ответственность? Например, предприятие. Можно ли говорить о том, что предприятие, собственность которого являлась эти кучи этого жмыха, может оно понести ответственность? Будут наложены какие-то штрафные санкции? Да, нет? Ну, дело в том, что пока до конца следствие не будет определено. В любом случае, степень ответственности определяет результаты расследования. Я думаю, что предприятие уже понесло убытки только из-за того, что оно потеряло сырье. С подобным сырьем, я уверен, проблем особенных не будет. Сколько обошлась такая операция в службе спасения? Убытки, так как еще до сих пор продолжаются работы, убытки пока не подсчитаны. Но все равно по привлечению техники, личного состава, побочные убытки высокие. Потому что было 11 единиц техники привлечено, основной и специальной. То есть и время по затрачиванию сил и средств было довольно-таки длительное. Работа была проведена серьезно? А переходим к следующему инциденту. Крупный пожар тушили ночью 24-го на улице Дюковской. Прошу видео, после вернемся в студию. Начали отключился свет. Первое, что открыли дверь и посмотрели, есть ли на площадке свет. На площадке свет был. Изначально не было понятно, что происходит. Но свет сгорел. Когда начала двигаться по площадке вперед, то увидела и услышала, что сработали противопожарные датчики. И увидела уже, когда повернула голову вправо, увидела, что там появился дым и зарево. Бахкает что-то. Какие там взрывы начали происходить. Итак, пожар на Дюковской. Насколько быстро удалось отреагировать? Своевременно ли поступил вызов? И там действительно очень узкая дорога. Были ли проблемы с подъездом пожарной техники? К сожалению, в таких, при возникновении пожара, в таких зданиях, сооружениях, всегда существует сложность по своевременности подъезда. Только из-за того, что хаотично припаркованные средства. Сама по себе узкая дорога, еще и транспортные средства, конечно. К сожалению, у нас не предусмотрены зоны для парковки. Не дают возможности в непосредственной близости установить пожарную технику. А техника, она по современным требованиям, она наоборот увеличивается в своих размерах, так как увеличивается тоннаж вывозимых огнетушащих средств. Соответственно, нам маневрировать на узких дорогах и очень сложно. И когда устанавливают либо какие-то бордюры, либо заборы, либо еще некоторые шлагбаумы устанавливают, некоторые УСМД, ЖЭКи. Бетонные блоки, давайте прямо говорить, многие ставят фундаментные. Бетонные блоки, есть определенные сложности. Но по прибытию в кратчайшие сроки были подразделения сосредоточены. У нас данные объекты, тем более многоэтажные, высокоэтажные, высотные здания. Тем более, что там комплекс, речь этот комплекс. Автоматически по повышенным номерам вызова. То есть подразделения, независимо от того, что произошло, какой масштаб пожара, какая площадь пожара, направляются по повышенному номеру вызова. Потому что есть опасность распространения? Есть опасность распространения, а также создается определенная угроза жизни и здоровью людям. Но современные конструктивные элементы зданий и сооружений бетонного, железобетонного типа, они позволяют сохранять спокойствие, то есть не паниковать в данном случае. Наличие независимых проходов и лестниц также позволяет проводить эвакуацию. Кстати, была ли проведена эвакуация жителей? Да, проводилась эвакуация. Частичная или полная? Частичная. Полная не проводилась. Поступало очень много звонков. Естественно, каждый переживает за свое здоровье, за свою жизнь, за свои семьи, родных и близких. Успокаивали людей, говорили, что необходимости полной эвакуации нет. С нижних этажей, там, где не было угрозы жизни, здоровью людям, выводили людей. Но была угроза в случае полной эвакуации, угроза попадания людей при проходе через зону задымления. То есть, дабы... Можно было наглотаться газа, дыма... Я думаю, что там можно было выставить сотрудников, да? Там они были выставлены. Да, да. К сожалению, пожар распространялся как на верхние этажи, так и на нижние. Было определено место возникновения. Уезжала исследовательская и испытательная лаборатория. Выяснили, что стало причиной? Причиной стало высокое напряжение, короткое замыкание. То есть, речь идет о том, что стало жарко. Скорее всего, люди дали нагрузку в виде системы кондиционирования. Вполне. В ночную пору. Какая может быть еще нагрузка? Вполне может быть. То есть, рассматривалось несколько версий. Естественно, люди выдвигали свои предположения, что их подожгли, все. Но достаточно новая проводка и достаточно надежного исполнения. Я боюсь ошибиться, не хочется никого обвинять, но еще подобное возгорание, если я не прав, поправьте меня, возникает, когда люди, злоумышленники, пытаются пользоваться напрямую электроэнергией, минуя приборы учета. Кстати, несанкционированные впайки или зацепки, они, в общем-то, греются. Ваше мнение? Вполне может быть, но в данном случае, даже если рассматривать версию поджога, то есть, занесение источника извне, то с кодовой дверью это сделать очень в парадную. Это очень сложно. Я не могу согласиться, у нас совсем недавно два раза за день открыли две, и два раза обчистили одну и ту же квартиру. Поэтому здесь не возникло проблем. Скажите, по поводу этих больших многоквартирных комплексов, есть еще одна проблема, кроме подъезда спецтехники, это, собственно, наличие пожарных гидрантов. Насколько на данном объекте они соответствовали нормативам? Данный объект был обеспечен внутренним, вы имеете в виду внутреннее противопожарное. Ну, или, например... Гидранты это наружные, да, обеспечены были водоисточниками, техника была установлена на ближайшие водоисточники. Кстати, проблем не было, это уже хорошо. Но внутренние пожарные краны работали ровно до того момента, пока здание полностью не было обесточено. То есть, есть определенные требования по безопасности, по мерам безопасности тех же сотрудников пожарно-спасательных подразделений, что в первую очередь перед тушением пожара необходимо обесточить либо объект, либо микрорайон, для того, чтобы безопасно проводить все работы. И еще до того, что, скорее всего, у них своя система отопления водоснабжения, и централизованная вода в насосе поднимается сначала наверх. Насосами-повысителями. И в тот момент, когда было здание обесточено, соответственно, насосы-повысители перестали подавать в воду. Вот, по-моему, и все. Давайте перейдем к следующему инциденту. Взрыв на пересечении улиц Троицкая и Александровский проспект. Небольшое видео прошу вывести на экраны. Александр, совершенно очевидно, что невозможно говорить сейчас об какой-то криминальной... Конкретике вообще. Да-да-да, об криминальных разборках, о какой-то конкретике. В данном случае можно говорить о том, насколько быстро и оперативно среагировали пожарные расчеты, и вот какие трудности были, когда удалось определить, что же произошло? Действительно, поступило сообщение сегодня ночью в 23 часа 39 минут о том, что произошел взрыв квартиры по данному адресу. То есть никто изначально при возникновении взрыва, ну, возможно, человеческий фактор, никто не знал, что в первую очередь... Взорвалось. Да, что взорвалось. У нас было направлено три единицы техники, согласно расписанию выездов. По прибытию был выявлен взорвавшийся, практически уничтоженный взрывом автомобиль Тойота. Возгорания последующего после взрыва не было. Выезжало туда... Это о чем-то говорит? Ну, по большому счету, взрывная волна, она, если не было ближайших материалов, легкогорючих материалов, а также горючих материалов, ничто не спровоцировало, не могло. Взрыв не всегда провоцирует возгорание последующее. Должны быть материалы, которые будут способствовать распространению дальнейшего огня. В данном случае взрыв произошел, и были только механические повреждения. По этой ситуации, пока что по инциденту, это вся информация, которая есть на сегодняшний день. Дальше, я так понимаю, работают правоохранительные органы. Пострадал один человек, мужчина 93-го года рождения, которого госпитализировали до прибытия наших подразделений. Ну, давайте от конкретных случаев перейдем к общим. Действительно, вот вы сказали, сейчас красный уровень пожарной опасности. Что делает ГСЧС для того, чтобы, я не знаю, объяснить людям, какие-то превентивные меры принимать или для того, чтобы уберечь людей от пожара? Конечно. При установлении жаркой поры времени года проводятся рейды, проводится разъяснительная работа, проводятся мероприятия по обучению населения, как через средства массовой информации, через печатные издания, по радиоэфирам. И также производится учебным центром обучения населения, предприятий, объектов предприятий, различные способы с целью предотвращения, предупреждения возникновения пожаров. Естественно, определенные также существуют ограничения по использованию открытых источников огня. Вы имеете в виду костры? Да, естественно. В том числе? Костры, посещение лесопарковых зон, в особенности заповедных зон. Ну и опять-таки, вернусь к средствам массовой информации, доведение правил и мер пожарной безопасности. Какие-то позитивные результаты эти превентивные рейды дают? По большому счету, все зависит от человека, все зависит от сознания людей, от понимания сложности самого процесса не только тушения, а и самого процесса восстановления природоохранных ресурсов, природоохранных зон, в целом всей экосистемы. Если человек понимает, что он наносит вред, то, естественно, он будет стараться не только сам себя сдерживать и предотвращать, но и рассказывать об этом, делиться своим опытом. Потому что, как ни странно, но даже брошенный мусор во время отдыха на пикнике тоже может стать причиной пожара. Да, да. Я не случайно говорил про полупустые бутылки, стеклянные с водой, потому что были случаи, когда солнечный свет сконцентрировался в этой их оставшейся жидкости и с помощью стекла превращается опасную линзу. Да, как увеличительная линза. При таких осложненных условиях, я имею в виду высокую температуру на улицу, есть ли какая-то специфика работы спасателей пожарных в частности? Специфика – это то, что с одного пожара перенаправляют на другой. Есть большая вероятность, что в течение суток пожарная машина может даже не заехать в подразделение, даже с целью заправки. То есть приходится заправлять прямо на пожаре. Насколько в таком случае комплектованы наши пожарные и... Сколько с ней работает человек? С людьми и техникой, сколько действительно могут выдержать работы в таком темпе? На сегодняшний день Одесскую область охрану в плане пожарной и техногенной безопасности обеспечивает 44 пожарно-спасательных подразделений на базе 6 пожарно-спасательных отрядов. Также у нас существует и дислоцируется аварийно-спасательный отряд, который в основном реагирует на происшествия на водных объектах, занимается разминированием, занимается реагированием на ДТП по извлечению из транспортных средств пострадавших. К сожалению, бывают случаи погибших. Но это жизнь. Происходит все в жизни. И ежедневно на сутки заступает от 300 до 400 человек личного состава. Это на весь регион? На весь регион, да. Это работа организована в 4 смены. И ежесуточно заступает более 80 единиц техники. В случае усложнения ситуации, опять-таки при усиленных вариантах несения службы, дополнительно может до 300 человек привлекаться и также более 80 единиц техники. То есть ежесуточно, независимо от праздников, от ночного времени, от дневного времени, независимо, дежурные подразделения несут службу круглосуточно. У меня последний вопрос для нашей сегодняшней встречи. Ожидаете ли вы пополнения в автопарке, скажем так, уже более высокотехнологичного оборудования, я имею в виду вертолет? Обещали нам, что будет пожарный вертолет в Одессе. Ну, ни для кого не секрет. У нас на аэродроме школьном сейчас базируется даже не вертолет, а самолет Ан-32П. Но эта техника, кроме того, что принадлежит государственной службе по чрезвычайным ситуациям, она относится к третьему специальному центру быстрого реагирования, которое расположено территориально в городе Нежин Черниговской области. Здесь они обеспечивают дежурство. В прошлом году обеспечивал дежурство вертолет Ми-8. Такая техника больше нужна? Самолет или вертолет все-таки? Для нашего региона, вы понимаете, дело в том, что эта техника, которая дислоцируется на территории Одесского региона, она обеспечивает реагирование не только на территории Одесской области, а также ближайших областей в случае возникновения пожара. Недавние пожары буквально месяц назад на территории Черниговской области обеспечивали не Черниговской, а Херсонской, я извиняюсь. Требовали присутствия этой техники? Да, да. И техника была действительно там задействована, выполняла функции по сбросу воды. Александр, услышали вас. Спасибо за вашу работу и берегите себя. Александр Критский, заместитель начальника ГСЧС в Одесской области, был нашим гостем. С последними новостями вас ознакомит Ксения Терзи. Мы вернемся в студию сразу после новостей. Оставайтесь на Думской ТВ. Будет интересно.